дорогие друзья добрый день у нас сегодня интересная назревает дискуссия дебаты с писателем публицистом человек который не понаслышке знает изучал биографию сталина и со всеми обстоятельствами смерти его и бери юрий внач мухин и писатель и журналист лана пашина автор книги тайны семьи сталин кстати еще на автор очень многих книг как раз по сталину но в том числе убийство сталина и бери и сегодня 5 марта мы поговорим именно связи с тем что как раз 5 марта официально считается днем смерти стали одна из самых темных страниц советской истории что произошло кто виноват убили ли а или все-таки официальная версия это из смерть от естественных причин все-таки 74 года и считается что не блистал здоровьем и жизнь достаточно была напряженной насыщенной и вот эти все ночные мероприятия так скажем мягко скажем соратниками они в плене и загнали вот давайте я поскольку у нас все-таки знаю что вы придерживаетесь разных позиций разных точек зрения в том числе на потомков сталина кто настоящий кто не настоящий потому что юрий игнатьич является биографом якова джугашвили якова джугашвили якова джугашвили а вы ли являетесь биографом евгения я сейчас закончу а вы уже будете задавать и лана считает что яков джугашвили является самозванцем евгений 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 ну мы как раз все эти обстоятельства и выясним я на себя поскольку я буду вести эти дебаты уж прошу прощения беру на себя право где-то перебивать это останавливать потому что мы все-таки сжатые временными рамками и начнем вот по сегодняшней дате получается 69 лет назад умер вождь народов вы считаете что это была за смерть естественно не смею не естественно отравление видите иван борисович это было отравление это было убийство но вообще-то я когда я расследую это убийство это объем вот такая книга то есть мы просто затянем время если будем об этом говорить потому что там очень много обстоятельств причины кто убил ну это будет тезисно начнем с того причина причина главная это как тебе сказать бунт внутри партии молодых коммунистов те которые пришли в партию не для того чтобы сделать народ счастливый а для того чтобы получить большую кормушку это вот кузнецов вознесенский и все прочее и вместе с ними там ленинградцы хрущев согласился с ними участвовать однако когда эти ленинградцы себя раскрыли он поучаствовал в том чтобы их обязательно расстреляли но на нем осталось висеть вот эта вина и моменту 52 году она начала всплывать там через аресты там ты можешь делать тимошук там в этом сам то есть у него было личная мотив убить сталина потому что когда бы она вскрылась это дело то там проще уже не пожелать какое дело скрылось бы то что хрущев участвовал в заговоре вознесенского и родиоды ноятно и так называемое или аред Mustang реги 밝я así да да оно в сути своей состояли тулaktadsov kudytsov и вознесенские они хотели расколоть советский союз как создал коммунистического партии россии ее не было коммунисты россии были коммунистами pkpb полностью потом КПСС. Потому что не могло расколоться. Это акционерное общество, которого 50% занимают сразу коммунисты КПСС. Ни одна не могла партия выделиться или расколоться, потому что не позволят коммунисты России. А раз они выделяются в отдельную партию, становится просто 15 партий. Я вот сейчас хочу сделать небольшую ремарку по поводу Ленинградского дела. Ведь ленинградцы, Кузнецов, Родионов, Родионов, а Попов, ну фактически от тех, которые на своих плечах в принципе это были все протеже Жданова, которые в свое время отравили. И они фактически вытянули на себе ту же блокаду Ленинграда. И многие из них вытянули войну по экономике. И здесь момент такой. Вот на самом деле, когда читаешь ленинградское дело, получалось достаточно очень все несправедливо по отношению к расстрелянным, уничтоженным Ленинградцам. Это была одна из самых ужесточайших репрессий. Потому что они о чем сказали? Давайте ослабим немножко тяготы послевоенной жизни. Давайте ведем отраслевые министерства в РСФСР. Потому что все республики имели свои отраслевые министерства. РСФСР не имело. Оно не имело ни отраслевых министерств. Оно не имело своей партийной структуры. То есть у всех республик были свои партийные организации. У РСФСР не было. То есть РСФСР те, кто проживал на территории России в составе СССР, они были ущемлены по отношению ко всем братским республикам. Иван Борисович, мы сейчас как уйдем в эту сторону? Хорошо. Вот давайте дальше. Значит, хорошо. Вы считаете, что это был Хрущев. Хрущев действовал через кого? Не через кого. Он лично отравил. А он лично отравил? Да. Он согласовал убийство Жданова. Именно вот того. А Жданова кто тогда отравил? А Жданова кто тогда отравил? Я думаю, что лично опять-таки отравили Кузнецова и Вознесенский. Они были накануне этого момента. Кузнецов и Вознесенский отравил? Кто-то из них. Или они вместе. А фактически яд для этого они получили, яд скрытого действия они получили у заместителя Абакумова. Там у него был такой сейчас, выскочила из головы фамилия. Он занимался этим ядом скрытого действия. Ну, по крайней мере там вот. Вы имеете в виду кого? Абакумова, Эйтингона? А? Эйтингона? Нет. Это же был, собственно, разведчик Эйтингон. А там заместитель, забыл, он именно курировал Круглов, Огольцов, кто? Огольцов. Огольцов. Ну, Иван Борисович, я тебе говорю, это вот такая книга. Я понимаю. Нет, но мы все-таки идем тезисно. Значит, причины выяснили. Хрущев то, что был... Хрущев не выяснили, извините. Партия почему? Мало ли что Хрущев. Там же была огромная номенклатура. И она почему согласовала? Ладно, согласовала. Там еще убийство остальных, там можно было дурачком прикинуться. Нельзя было прикинуться дурачком убийства Берии. Потому что я последний, кто был, Байбаков, кто в живых остался из этого пленума, который решал на убийство Берия, я его спросил, внезапно спросил. Были, например, да, был. Помните? Помню, говорю. Берия был жив на этот момент. Он был убит. Так, вы же согласовали его арест. Это какой год? Это 53-й год, это июль. Пленум 53-й год? Да, пленум, на котором согласовали арест Берии. Да. Так Берии уже не было, он был уже убит. Я говорю, как вам? Ну, я потом узнал, что он убит, а вот на пленуме я не знал. Понимаешь? И он снял для первого канала, уже перед смертью. Они взяли у него интервью. Утром они объявили... Это же пленум или президиум? А? Президиум или пленум? Пленум ЦК. На пленуме ЦК разбирался вопросы Борисе Берии. Борисе Берии как раз это было... Это куда? Это июль 53-го года. Берия, на который приехал, и на который был арестован. Или это было раньше? Да, да. Он считается, что был арестован. На самом деле он был убит. Сразу убит. Ну, а пленуме я первый раз слышал, что вообще в принципе пленум был. Лучше. Там был такой момент, значит, Берия был... Там Жуков и в этом самом... Они рассказывают так, что Берию вызвали на президиум, тут Жуков выскочил, пистолет выянул, арестовали. Ничего этого не было. И Москаленко, и Москаленко, и Батицкий пришли к нему. Берия же занимался ПВО. Они пришли к нему. Москаленко был, так сказать, командующий ПВО Москвы. Они к нему пришли домой, типа для доклада. И Батицкий его убил. Сразу. А пришли они с бумагой, типа его арестовать. Не арестовать, а доставить его на президиум. Понимаешь? И потом там выдали, типа, президиум. Он начал сопротивляться. А пленум за сколько было до убийства? Дальше. Вот это... Его убили через несколько дней. Там, по-моему, через пару дней. Собрали пленум. И на нем постановили, значит, арестовать Берию, поскольку он там враг народа, и то, и другое. Его там шельмовали там все. Там, начиная от Кагановича. Той же Байбаков шельмовал в этом самом. И, типа, арестовали. А потом, типа, осенью расстреляли его с подельниками. На самом деле, расстреляли его товарищей. Убили, вернее. Не расстреляли, суда не было. Понимаешь, как такового. В конце показали, типа, суд без Берии. Ну, это, я говорю, Ваня, мы сейчас... Хорошо. Чем отравили? Таким-то рядом скрытого действия. То есть сам лично непосредственно от Хручев, и вы туда пленете? Да. Как-то, скорее всего, в минеральную воду. Хорошо. Хорошо. Ладно. Как вы полагаете, что все-таки это было? Ну, у нас очень много чего не сходится по датам и по источникам информации. Хотелось бы узнать, какими источниками информации вы руководствуетесь. Ну, во-первых, Абакумова расстреляли в 1951 году. За два года до... Да нет. Абакумова в 1954-м расстреляли. Абакумова в 1951-м его взяли. В 1952-м его арестовали. В 1951-м. Ну, ладно. Можно в 1952-м. В любом случае, Сталин был еще жить. Это первое. Второе. По словам Андрея Юрьевича Жданова, и Юрий Жданов, второй муж Светланы Аллилуевой, был жив до 2006-го года. Сразу поясняю. Жданова в 1948-м году умер. Официально поставили сердечную недостаточность. На самом деле его убили тем самым уколом, который вызывал сердечный приступ и не оставлял следов. Разработанным в лаборатории Майроновского. Там все понятно. Все-таки вот мне интересует больше Сталин. Кто отравил Сталин? Как я уже говорила ранее, назывались фамилии Берии и Хрущева. То есть или Хрущев, или Берия. А кто имел доступ? Ну вот вы подумайте, как Хрущев мог, если бы это не было сговором, как Хрущев мог бы достать яд, к примеру. И когда вот эти все вещи, этими всеми вещами заведовал Берия. Не, вообще не согласен. Берия не заведовал вообще. С чем? Ну подконтрольный ему организации. Не было подконтрольной ему организации. Он занимался, что Куба был промышленный заместитель, премьер-председатель Совета Министров. А НКВД и КГБ тут вообще нет. Он в 46-го года не касался никакого НКВД. Ну вот здесь, о чем можно поспорить на самом деле, Юрий Иванович, то здесь, конечно, без заговора это бы не обошлось. Конечно, это сделали спецслужбы, потому что представить, что где-то Хрущев там нарыл этот яд и пошел там на лил минералку Сталину, это на самом деле как бы сложно представить. Вот то, что мне удалось, и в романе «Высшая каста», как показано, надо сказать, что фактически Сталин, он решил избавиться от высшего руководства, высшего всех своих старых соратников. И если мы посмотрим Менгресское дело, если мы посмотрим дело врачей, если мы посмотрим дело об антисионистском заговоре в МГБ, то под нож в первую очередь шли то соратники Берии. Сталин обсушил Берия со всех сторон. И если бы не отравление Сталина, то Берии, наверное, до ареста оставалось бы несколько месяцев. И, кстати, вот в поддержку этой версии, вот здесь я согласен с Ланой, потому что она очень точно указала, что яды были из лаборатории Майроновского. Майроновского Григория Моисеевича. И эта лаборатория, Майроновский на тот момент сидел, но доступ к ядам, там было несколько человек, которые курировали эту лабораторию. Это были ближайшие соратники Берии. Это был Огольцов к лаборатории не имел никакого отношения. Курировал лабораторию судоплатов этот год. И они как раз и занимались диверсиями внутри страны и за ее пределами. Ну, Иван, я не буду спорить. Ну, что-то надо объяснять. Так устроено управление, понимаешь? Что какой-то там Интигон и судоплатов не могли ничего курировать в этом самом. Они занимались сугубо своими, то, что было в отделе. Курировать мог только либо сам руководитель НКВД, либо его зам. И этим замом был Огольцов. Это судоплата в своих воспоминаниях говорит. Он говорит, что Огольцов занимался этой лабораторией. И когда Сталин был убит, и Тын Василий понял, что он убит, и Берия понял, что убит. И надо расследовать. Берия арестовала Огольцова. И запросил ЦК, потому что он не мог арестовать Игнатьева, поскольку тот был членом ЦК. Без разрешения ЦК. И Хрущев затянули, нужно было исключить его из партии. Хрущев затянул это дело и не дал арестовать. Вот ему в Берии стали в вину, что он требовал арестовать Игнатьева на этом плену. А Огольцова, кстати, Огольцова арестовали, если мне память не изменяет, уже после смерти Сталина. Не после смерти Сталина. Да, после смерти Сталина. После смерти Сталина. Ему вменялась организация убийства Михайлса, который, кстати, был агентом Берии. Это уже понапридумывали вообще в наше время. То, что Огольцов, убийство Михайлса и т.д. и т.п. Нет, обвинение это было. Нет, подожди. Там липа на липе. Официальное обвинение, которое именно Огольцову вменялось, это то, что он вместе с Санавой… Какое официальное обвинение? Когда ему оно вменялось? Когда его арестовали. Его арестовали, там не было официального обвинения. При аресте его арестовали именно за то, что надо было выяснить, откуда яды. Нет, Юрий Иванович, ну давайте так все-таки, все-таки не надо демонизировать… Давай дойдем все-таки до… Да, советскую систему, потому что все равно были обвинения. Ну, как я сказал, Иван, вот у тебя есть эта книга. Нет, подожди. У меня есть книга «Убийство Сталина и Берии» и плюс 230 мгновений из… И у меня второй вопрос. Если все-таки, как вы считаете, Берия все-таки был ближайшим преданным соратником Сталина, они шли одной командой, вот тогда вопрос, почему Берия, именно Берия, буквально за пару месяцев после того, как сразу приходит к власти, он приходит к власти. Они приходят к власти. Он приходит к власти, и он фактически уничтожает все наследие Сталина. Какое? Ну, смотри, что мы делали. Именно Берия, он ставит под контроль всю партийную систему от спецслужб. От партийного прорыва? Нет, подождите, подождите, который он сразу и возглавил. Второй момент. Он распускает ГУЛАГ, а распускает ГУЛАГ с помощью вот этой амнистии, хорошо, широко известной, которой готовил Берия. Иван Борисович. Ну, говорит, давай уйдем от этой темы. Ну, почему нет? Ведь мы разбираем. Вот я начал говорить. Почему промолчала все номенклатура об убийстве Сталина? Понимаешь, почему? Потому что Сталин в 52-м году сделал то, что вот это кричали во время перестройки. Он устранил партию от власти. Вы просто не понимаете, как он это сделал. На съезде, на 19-м съезде партия. Он устранил ее от власти. Он упразднил Политбюро, тот орган, который руководил страной. Он сделал партию аналогом православной церкви. То есть, ваше дело, и Берия всем говорил, ваше дело, кадры и пропаганда. Не лезьте в дела советской власти. Он выделил, он сделал советскую власть главной властью. До этого была партийная власть. Или как сказать, общегосударственно-партийная власть. Мы же не можем здесь разделять партийных функционеров и тоже правительство, советское правительство, в принципе, которое образовывали одни и те же люди. Так вот, теперь не образовывали одни и те же люди. Теперь правительство образовывала советская власть. Только. Она раньше по конституции номинально образовывала, а фактически решал вопрос Политбюро. Сейчас Политбюро не стал. Стал президиумом, это передисидящий, стал президиумом только партии руководителей. И только убили, когда Сталин и убили Берию. Тут же выделили из 25 членов президиума опять 10 членов типа Политбюро, а потом вообще упразднили. Этот президиум выделали по-настоящему. Я согласна с тем, что мы на примере вот нашего дискуссии показываем актуальность эксгумации Иосифа Версарионовича и перезахоронения его с воинскими пунктами. Но вообще нужна вот для того, чтобы все-таки выяснить. У нас осталось очень много вопросов. Что выяснить? Чем был отравлен Сталин? Вот у нас есть возможность проверить. Там же ведь эксгумации оставили, по сути дела, только кожу. Там же все внутренности вынули. Теперь у Патитбюро выяснят надо. У нас то, что Иван Грозный был отравлен, не это выясняется. Это металл. Он сохраняется в тканях. А вот эта гадость, которая мгновенного действия, вот Курарей в этом деле, она производит свой эффект, разжижает кровь, почему у него там у Сталина были множественные кровотечения, когда из тех остатков его медицинского дела, которые остались, по сути дела, понимаешь? И оно растворяется от органика. Потому что она уходит. Ты металл оставишь, это как бы тебе существо. А органика, она состоит из того, из чего ты состоишь. Понимаешь? То есть ты не определишь ее так. Иван, у вас же есть один из документов из дела о болезни и смерти Иосифа Виссарионовича под номером 1482. И там сказано, что было кровоизлияние в левое полушарие мозга и так далее. То есть и патологоанатом очень подробно разбирает вот этот вот случай смерти. И задается вполне резонными вопросами. Которыми мы тоже зададимся, когда мы все-таки выясним, действительно ли играли мозгами Сталина в футбол. На заброшенном НИИ мозга на территории. И посмотрим на... Вот возьмем вот эти результаты. Вскрытие. Возьмем результаты дела. И сравним с тем телом, которое лежит у кремлевской стены. Будем надеяться, что это Иосиф Виссарионович. И хороните, и сгумируйте, что хотите делать. Понимаешь? Он уже... Может быть стоит его перезахоронить там на Новодевичьем кладбище. А что тебе теперь... А на финале какая разница, на Новодевичьем кладбище или кремлевской стены? Разница в том, что дедушка приходит во сне к моему соавтору и просит упокоить его. Как это должно было быть сделано, согласно церковным законам. Это очень просто, кто ваш соавтор, сразу для нашего зрителя. Да, соавтор книги, правнук Сталина, сын Галины Джугашвили, единственной дочки Якова Джугашвили, старшего сына Иосифа Сталина. И для него это дело всей его жизни, потому что он настоящий, реальный правнук генералейсимуса. И ему противно то, что и в первый раз, когда потрошили тело Сталина, не спросив у родственников, и второй раз, не уведомив родственников, втихаря под покровом ночи вытащили его тело, сорвали, осквернив, по сути, захоронили, даже не поставив нормального памятника. Там же деревянный ящик. Там деревянный ящик, там оскверненное тело человека, который... Ну, вы знаете, благодаря действиям Хрущева сейчас мы разгребаем то, что мы разгребаем на территории Украины. Понимаешь? Когда я с ними судился, они вылезли с эксгумацией. Да. Понимаешь? Вот тогда судья сказал, зачем? А вот доказать Евгении Джугашвили, он стын Сталина или нет? Понимаешь? Но суд разбирал, сказал, пошли вы. Понимаешь? Сейчас он разбирал и сказал, пошли вы. Сейчас больше не пройдет. Вот смотри, раскапывайте новости. Еще раз, чтобы вы меня поняли по поводу эксгумаций. Понимаешь, есть такие понятия, как химический анализ. Ты тут не денешься. Ты вот растворяешь, ты дашь образец ткани, растворяешь, что-то получаешь. Вот этот анализ, на который там сейчас ДНК, это вот такой длинный ряд чисел. И специалист, он тебе выбирает эти числа и говорит, это не что-то физическое, это заключение специалиста. Какой будет специалист, а какой он тебе даст анализ? Нет, ДНК сейчас устанавливается гарантированно. Гарантированно. Это первое. Второе. Он устанавливается специалистом. Ты понимаешь, когда ты говоришь. Специалисту придется образцы. Вот одно ДНК, вот второе ДНК. Это могут быть анонимные, это могут быть безымянные образцы. А в чем ты говоришь? Это несколько миллионов чисел стоит только в одном ряду, в одной хроматоме. И он устанавливает. Я не совсем понимаю, то есть вы отрицаете возможность установления родства под ДНК? Нет. Еще раз, как юрист. Что такое отпечаток пальцев? Понимаешь? Вызывают эксперта. Отпечатки сходятся или нет? Эксперт сходится. Но он же не это должен говорить. И начиналось не с этого. Он берет отпечатки, показывает присяжным. И говорит, вот смотрите, вот эта линия вот так, вот это так, вот это так. Вот это одни и те же отпечатки. Эксперт обязан объяснить суду, почему он так решил. А здесь эксперт тебе говорит, я так решил и все. Нет. И верьте мне. Я тебе говорю. Экспертиза ДНК, она, это же экспертиза. Там все подробно изложено. Как и с отпечатками пальцев. Какие пересечения, какие совпадения. Да нет пересечений. Нет, вы, смотрите, вы опасаетесь то, что экспертиза по ДНК будет необъективна? Да нет. Мне вообще на нее клево. Нет, смотрите, смотрите, хорошо. Да это покажите, что мне на нее вообще клево. Но вот здесь, поскольку Лана представляет интересы официально правнука Иосифа Виссарионовича и… Она представляет интересы правнука Иосифа Виссарионовича Джугашвили. Она не представляет интересы правнука Сталина. А это кто? Понимаешь, Джугашвили – это человек, у которого было два сына, дочь, соответственно, внуки. У Джугашвили много внуков. Сталин был политический гейдик. Это его псевдоним. И внук Сталина один – это Евгений Джугашвили. И невестка Сталина одна – это Ольга Голошина. Понимаешь? Это те люди, которые… Как тебе сказать? Ну, они наследники были Сталина. Остальное… Именно поэтому их нет в деле о материальном обеспечении потомков Сталина Иосифа Виссарионовича. Вот смотри, какая ситуация. Скажите, пожалуйста… А это дело хранится в ГАСПе. Вы хоть зайдите в архив хоть раз, смотрите, почитайте. Веритель Ланы. Да. Он является все-таки потомком Сталина? Он? На мой взгляд, нет. Потому что… Он бы не получал. Так я вот сегодня… Ну да, у него же попал жирец. Перед… Перед… Куда? Надо начать сначала. Он же не чистокромный грудин. Кто была его мать? Кто была вторая жена… Третья жена Якова Джигашвили? Ты понимаешь, там же пробы нет. Якова Джигашвили… Давайте начнем. Это сын… Иосифович. Да, Якова Джигашвили. Да. У него было три жены. Первая была… Ольга Голышева, она же Ольга Васильева, она же Ольга Михайлина, никогда, ни когда официально не была замужем за Яковом Джигашвили. Стоп. Давайте… Начнем с того. Давайте порядок. Яков Джигашвили являлся дедом вашего доверителя. Да. Да. Вы считаете, он же являлся дедом доверителя? Ты понимаешь, вот пока они не начали, я считал, что он являлся дедом. Да. А в последнее время, когда… Понимаешь… И что, давай, как для меня это все начиналось? Значит, давай потратим на это несколько минут. В начале этого века, я был главный редактор дуэля, ко мне пришел Сергей Стойкин. Я говорю, слушай, такой накат на Сталина идет. Клевещу ты, клевещу. Давай вот… А я в это время, меня уже мордовали расисты соответствующие. И я был буквально там в суде дважды в неделю. Давай подадим в суд и отстаем в честь и достоинство по 150-го ЭГК. Сталина. Я говорю, не получится, Сережа. Мы никто, нас не примет в суд заявление. Нужен родственник. Он должен. Найди любого родственника. Скажи, что мы заплатим все деньги. Пусть он только пойдет к нотариусу, подпишет доверенность на ведение дед. То есть, вы обратились не к Бурдонскому, не к Галине Джугашвили. Подождите минуту. И он пошел. Я один через несколько месяцев. К Сергею Джугашвили. А? Вы пошли к Сергею, да? К Сергею. Да. Это мой товарищ. Можете сказать, что я. Нет, я имею ввиду. Потом. Приходит, говорит, невозможно. Пришли к Галине. Отказала. Это дочь как бы Джугашвили. Мама. Да. Пришли к Морозову. Это сын этой самой. Аллилуев. Аллилуева. Светлана. Отказала. Пришли к Бурдонскому. Сказал. Он тоже с интервью с удовольствами. Отказал. Никто не дал доверенности защитить дело своего деда. А каким образом? В чем там была. В чем предмет был спор. Да. Там началось. На Сталина же поливали дерьмом. Это же кто угодно. И как угодно. И сейчас поливают. Это вот пример же. Понимаешь. И мы хотели разоблачить это дело. А потом наступил восьмой год. У меня там уголовное дело. Меня трепали. У меня прединфарктное состояние. Я лег в больницу. Очехался. Только к сентябрю. И вдруг узнаю. Что Серега подал иск от имени Сталина. Я говорю. Так подключая и меня. Я тут в общем-то специалист. Говорит. От кого ты подал? В Грузию приехал Евгений Джугашвили. Понимаешь. И у него без проблем. Он же там в Грузии пытался организовать коммунический парк. Так. Евгений Джугашвили это по родству считался. Это не по родству. Якобы. Это Евгений Джугашвили. Якобы Джугашвили. Якобы. Якобы. Джугашвили. Якобы. И. Мы начали. Провели шесть дел. По сто пятьдесят трой. Ни одного не выиграли. Но каким образом. Все же считали раскалок. Выиски отказа. Ну. Правдивая ситуация. А дела были. Против новой газеты. Против Познера. Против эхо Москвы. Против директора архива. Это самое. И против государственный дух. Вам Евгений Джугашвили дал доверенность. Дал доверенность защищать честь и достоинство деда. Это дядя правнуков Сталина Серима. Которого вы представляете. Правильно? Не думаю. Иван. Вы же видели. Теперь уже не думаю. Что дядя. Да. Вы же видели документы косвенно подтверждающие. Что он ничего общего с Яковом не может иметь. Я вам объясню. Чем эта ситуация. Скажем так. Выстрелила. Против того же Сталина. И особенно против Якова. Который так героически погиб. 14 апреля 1943 года. Я вам объясню. Это за что я уважаю Галину. Это единственное за что можно ее уважать. Но она между тем и выдала кое-какие вещи. Ну ладно. Галина это жена. Нет. Дочка. 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 Да. Просто мы то пошли с Селимом гораздо дальше. Мы все таки получили оригиналы документов. То есть копии оригиналов. Которые хранятся в Германии. Проблема заключается в том, что госпожа. На тот момент она уже была Михайлина. Она писала вот это вот письмо обиженной матери. Которое мы публикуем в книге. И тем самым показывая, что Яков мог бросить. Человек, переживший потерю ребенка. Мог поступить в грузин, который воспитывался в Грузии. В семье Сванидзе до 14 лет. Мог бросить не просто даже ребенка, а сына. Он Гулю обожал. Он ее с рук не снимал, пока он был жив. Вы понимаете? Что он мог бросить своего ребенка. А получается, что Евгений Жугашвили это брошенный сын. Он подлец получается. Вы понимаете? Вы оскорбили память человека, который не мог ответить. Давайте о подлеце поговорим. Значит, понимаешь, там какая ситуация? Сейчас, Малик, я для зрителей поясню. Вот, скажем, Лана отрицает семейную причастность Евгения Жугашвили. Называет его самозванцем. Правильно? Да. И я вам объясню, почему. Потому что внебрачные, к примеру, внебрачные дети другие, которые настоящие, а именно Сталина от Давыдов, да? Достойный человек. Никогда не капитализировал на своем родстве. Все достаточно делал сам, никогда не просил помощи. Что сделал Евгений Яковлевич Жугашвили в 2016 году? Он поставил свою подпись под сомнительным фондом имени Сталина. И, между прочим, по моему совету. Угу. То есть вы представляете, как вы дискредитировали имя Сталина? Давайте немножко о подлеце. Значит, у Сталина было трое детей. Первый законный Яков, остальные незаконные. Сталин ведь не состоял в браке с Надеждой Аллиуевой. Тогда не было таких требований. Теперь от этого стеснялись. Понимаешь, что мы не доверяем друг другу. Так что Василий Аллиуев и Светлана незаконные дети Сталина. По их терминологии. Значит, он до 14 лет, Сталин был то в тюрьмах, то в ссылках. До 14 лет жил в Руси. Плохо знал русский язык. Сюда, когда приехал, у него было… Он понимаешь, он по натуре такой… Ну, ему плевать на чины. Вот это то, что обижалась и Надежда Аллиуева. Жена вторая Сталина и сам Сталин. Как Сталин мог знать плохо русский язык, учаясь… Не Сталин, Яков Джухашвили. Он до 14 лет жил в Грузии. Понимаешь? Он, когда пришел сюда в школу, его поместили. Вы этого еще не знаете. Я-то это их видел, когда сидят на задней партии. Он на три года был старше тех, кого учились в классе. Тут всякое было. И… Ну, он был очень гордый. Как тебе сказать? Ну… Чувство собственного достоинства. И он заканчивает школу. И вот то, что обижали. Ну, что там идти в институт. Он оканчивает ПТУ и становится электриком. И одновременно влюбляется в одноклассницу и говорит Сталину, что я на ней женюсь. Сталин поступил… Ну, он, наверное, не понимал. Он сказал, ну, ты что, дурак, что ли? Вот ты еще никто и женишься. И что делает этот Яков Джугашвили? Ты знаешь, да? Он застрелился. Три месяца его выхаживали. Это чтоб ты понимал, что дальше… Почему дальше так произошло? Три месяца его выхаживали. Он таки женился. Уехал, больше перестал жить с отцом. Уехал в Ленинград, между прочим, к отцу Надежды Аллилуевой. Они так жили довольно дружно, исключая вот этих. Вот. И там у него родилась дочь, которая умерла в младенчестве. Жена поехала на практику. Она поступила в институт. Он продолжал работать электриком. И там спуталась с начальником НКВД местного. И они разошлись. Он вернулся в Москву. Поступил. Заставил его поступить на РАПФАК, на курсы подготовительные. Потом он поступил в институт железнодорожного транспорта. Стал инженером-антипответником. И в этот момент там были родственные связи такие. Он говорил, он отказывался жить у отца. Он жил у родственников второй жены Сталина. Аллилуева. А у тех в Орюпинске был, ну получается, как брат отца жены. Он жил в доме на двух, на двоих. В одном жил этот Аллилуева, а во втором жил Голышев, плотники. У него было трое дочерей. И были они подругами. И в тридцать пятом году они едут в Москву поступать. Это дочь этого Аллилуева стала жить у дяди. А она у своей тетки в Москве, Голышева, Ольга Голышева. И этот, в один прекрасный день, это дочь, вернее, это дочь этого Аллилуева вместе с Яковым вышли гулять. И тут встретились с Голышевой. И он в нее влюбился. Он представил ее Сталину. Семье. Там, ты понимаешь, была семья. Потому что Аллилуевой в Светлане было восемь лет. Значит, Василию 14. Там жили тетки. Значит, тетки как по Сванидзе, как сестры Сванидзе, так и сестры Надежды Аллилуевой. Давайте уточним, что Сванидзе как раз это была первая жена Сталина и матерью Якова. И представили этой семье теткам Сталину. И она понравилась. Умна. Самоучкой выучилась музыцировать. Поступила учиться. Все время работает. Это ж тогда было действительно важно очень. И соответствующие распорядились люди и им предоставили двухкомнатную квартиру. Они стали жить в двухкомнатной квартире. Но ты понимаешь, Яков вот, он был чемпионом института и чемпионом школы по шахматам. Но в то же время спортсмен. Бабник. Но русский язык до 14 лет знал плохо. Бабник. Понимаешь, он поэтому слабоват был. Понимаешь. И он в одном где-то, говорят, ресторане подрался там с большим чином НКВД. А у этого чина была в это время жена Юлия Мельцева. Вот. И он с ней познакомился и спутался. Понимаешь, там по-другому женщины относились. Сейчас, если деньги есть, то и муж. Понимаешь, там требовалась любовь. В те времена. Ну, как сказали. Ольга об этом узнала. Донесли эти самые. Собрала вещи и уехала домой. Он ее не смог удержать. И, как говорят там племянники этого самого, говорят, только она уехала, Юлия уже была там. С чемоданами в этой квартире. Значит, это Юлия. У этой Юлии, да. И она заставила его уже в декабре расписаться. Не расписывался никто. Понимаешь. Ну, возьми там, Ворошилов не расписывался своей женой. С жемчужиной не расписывался. Молотовым. Это было неприлично. Понимаешь. Ну, как мы не верим друг другу. Понимаешь. Она заставила его расписаться. Официальная жена стала. Заставила. И он стал у нее пятым мужем. Понимаешь. Первый муж. Она дочка, так сказать, коммерсанта из Одессы. Первый муж был инженером. У нее от него был ребенок. Она бросила ребенку, инженеру, какого-то второго мужа. Она вот так вот шла. Ни разу нигде не работает. Шла вот так вот по лестнице. От мужа с мужа с более высоком учили. Вы сейчас про Ольгу Куршеву рассказываете. Подожди. Я так понимаю. Вы сейчас рассказываете про... Так интересно. Про маму. Про бабушку. Про вашего подопечника. Слушайте. Так рассказываешь. Мне кажется, вы там расточку держали. Когда она начала... Когда она начала... Так как пришли жениться. Как интересно. Потом Артем Сергеев, это приемный сын Сталина. Вы с ним, кстати, были знакомы. Он говорит... Был. Да. Он говорит... Я прошу не перебивать. Он подслушал рассказы. Тетки приявили претензии к Сталину. А, кстати, тетка вот... Сестра жены, второй жены, Аллилуйя. Она была дружна с Ольдой. Они всю жизнь дружили. И она на похоронах Ольги. Она ее хоронила потом в 56-м году. Вот. И они предъявили... Иосиф, ты что творишь? На ком он женится? Пятая жена. И потом... Ну, явно же видно, что... Ну, пробы мне где ставить. Я очень сомневаюсь, что тетки могли что-то предъявить таком, кто не ставит. Да, ты говоришь. Вы о Сталине думаете, как... Ну, он же всех потом стер в порошок. Всех теток. Ну, не всех, а кто... И Райдо заслужил. Он стер в порошок. Кто заслуживал. Теперь смотри дальше. Значит, Юлия сразу развернула. Четырехкомнатная квартира. Нигде не работает. Кухарка. Няня. И поездка в Германию. Вот это очень важный момент. Как бы наличить. Она съездила в Германию. И вернулась. Начинается война. Яков уходит на фронт. Под деревней. Вороны гибнут. Это какой год? Четырехкомнатная квартира. Кухарка. Вот это все. Это... Начиная с 37-го года. Ага. Гибнет Яков. Немцы начинают провокацию. Выдают, что он сдался им в плен. То есть он гибнет до, получается, до 14-го апреля 1943-го года, да? Конечно. Да. Он гибнет в сентябре 1941-го года. А фотография, где он... А? Фотография, где он находится. И немцы начали забрасывать наши войска листовками, на которых на фотографии Яков Джугашев. Первое, это еще Артем Сергеев. Говорит, когда мы подобрали... Говорит, у нас служил фотограф профессиональный. Я говорю, я не могу поверить. Яков был очень гордый, потому что человек, если застрелился в свое время из-за любви, как бы он сдался в плен. Ну и при этом выжил, да. Да. И фотограф посмотрел, говорит, а ты смотри, это не так. Говорит, это, говорит, монтаж. Вот смотри, говорит, вот у Якова тень падает под подбородок, солнце сверху. А у этого немца тень справа падает, солнце находится справа. Это, говорит, не листовка, это монтаж. И за что я уважал Галину, Галина раскопала ФСБ доказательства, и ей подтвердили справкой, что ни на одной листовке нет настоящего Якова. Это да. Но это не умаляет того факта, что Якова... Стал вопрос, откуда у немцев фотографии настоящего Якова? Причем же Галина говорит, он же там, говорит, находится в охотничьей куртке. Понимаешь? Ваша версия откуда? Ваша версия откуда? Подожди. Откуда эти самые? И вот тебе версия. Сразу арестовывают Юлию Мельцер. Она полтора года сидит. Но молодец. Не призналась. Не призналась. Не призналась, что она делала в Германии. Понимаешь? 1 октября 1942 года. Понимаешь? Дело находится в архиве ФСБ. Нам его, естественно, показали, потому что Селим имеет полное право на просмотр этого дела. Так же, как и дело Якова Джугашвили, которое не показывали Евгению... Женька Голышеву, простите, уж буду говорить своими вещами. Подождите. Как говорится, Илана Аллилуйя. Сейчас можно я сейчас подведу небольшое резюме сделаю. То есть вы полагаете, что Юлия Мельцер, которая вышла, пятый раз она вышла на Якова Джугашвили, поехала в Германию. И там сдала фотографию. То есть там рассказала о семье Сталина, обо всем и сдала фотографию. С какой целью? Может за деньги. Да. Потому что в то время продавали элементарно. Ну, человек, который убил Кирова, получил деньги в немецком посольстве и еще в Литве. Я не совсем понимаю, зачем она получает деньги, потом фактически мы очень хорошо знаем, что в то время у нас спецслужбы Советского Союза, спецслужбы Германии работали очень плотно. В итоге они неслили Тухачевского. И вдруг Мельцер будет, которая является невесткой вождя, живя в четырехкомнатной квартире с щелядью, она будет за деньги продавать секреты. Ну, как-то не вяжется немножко. Нелогично. Я не понимаю, что у вас не вяжется. На листовках фотографии Якова, которые были в его семейном архиве. Ну, а зачем сразу Мельцер-то? А кто еще? В каком семейном архиве? Господи, я вам могу сказать, кто делал эти фотографии? Она является матерью? Она является матерью? Нет. Является ли она матерью дочери Якова? Да. Не знаю. Вот я сейчас перед поездом, мне непонятно было одно, какого черта они прицепились к Евгению. Ну, вот этот Селим, внук Сталин. Ну, пожалуйста. Ты чего? Прицепился доказывать, что он? Все. Понимаешь? Я вам смотри. И они меня добили. И они меня добили. Я начал искать не просто фотографии, но нашел. Ты понимаешь, Юлию Мельцер в молодости, она сидит, кстати говоря, со Светланой Сталиной. Так вот, она точно не имеет крови Сталина. Почему? У них у всех... Кто? Юлия Мельцер, конечно. У них у всех носы прямые, как у тебя. Кто не имеет? Кто не имеет? Юлия. В смысле? Галина. 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 Галина, то есть это дочка. Не дочка Якова. Сейчас, официально. Это Галина, это официально дочка? Галина. Галина. Галина Сталина, Якова, Джугашвили и Юлия Мельцер. Да. И вы считаете, что они вообще не похожи, кроме там вообще... Не похожи абсолютно. У него нос бульбой. Понимаешь, у всех там, у Сталина, у Василия, у всех, у всех носы прямые. У этой бульба такая. Понимаешь, я говорю, меня бы это не трогало, если бы они это не начинали. Я говорю, у меня даже Галини уважение за счет того, что на всем вот эти сотни этих историков, блин, лепячут там, он попал в плен, там в плену. Не был он в плену. И она говорила, не был в плену. Но... Вы утверждаете, что она загуляла. 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 И родила там незаконно рожденную. Ну, откуда? Ну, не работала баба, ничем не занималась. Кухарка и няня. Все, хорошо, ваша версия. Ну, о чем я? А вы считаете, что Евгений Джугашвили, вот который... Я бы подарила вам свою книжку. Подождите, подождите. Конечно. Давайте, чтобы для зрителя мои фотки я буду пояснять. Лана считает, что... Я не знаю, я опубликовываю документы. Подождите, Ольга Голышева, которая жила, стояла в отношениях с Яковом Джугашвили, и который тот потом выгнал. И она родила вот Евгения Голышева. Она не состояла в отношениях. Она даже не состояла в отношениях. Она родила Евгения Голышева. Он не является сыном Якова Сталина. Правильно? Евгений Джугашвили, он же Женька Голышев. У него в метриках было написано «Евгений Голышев». Начнем с того. Вы, наверное, видели в 2008 году по просьбе Светланы Аллилуевой, дочери Сталина, я просила Евгения Яковлевича Джугашвили сделать ДНК-тест. Он отказался. Бурдонский предлагал. Давайте вернемся к этому моменту. А я вам могу показать видео? Не надо, я вам покажу. Это было потом, когда установил уже, не сомневался. Это было где-то в 90-х годах. Галина полезла сделать ДНК-тесты с Яковом Джугашвили. И опубликовала это в аргументах и фактах. Там номер и все есть. На следующем номере Евгений Джугашвили сказал, давай проведем ДНК-тесты. И она заткнулась навсегда, доселиво. Если бы вы оплатили этот ДНК-тест... А что это вы оплатили? Его идея, что ли? Ладно. Действительно так, что Евгений Джугашвили или Голошев, он готов был сдать ДНК-тест на родство со Сталином. А это еще просто делается, спокойно делается через... Нет, ну в газете достаточно посмотреть. Ну, вы знаете, я не верю газетам, я верю людям. И я верю в то, что говорят мне люди. На мой прямой публичный запрос словами Светланы Аллилуевой. Это было показано в программе «Максимум» в 2008 году. Не хотелось бы сказать Светлану Аллилуеву. Давайте. Когда? Когда Светлана Аллилуева в 90-х годах из богодельни в Англии решила все-таки, нашла деньги приехать в Россию. Она к кому приехала? Светлана Аллилуева. Вообще-то Светлана Аллилуева в 1984 году. Это любимая дочь Сталина. Не надо. Она потом уехала. Она приезжала после перестройки, когда уже никому нафиг не было нужна. И жила в богодельне в Англии. Она приехала в Москву. Еще раз повторяю. Не надо повторять. У кого она жила? Вы будете дальше. Сейчас ввели статью за, новую статью за фальсификацию информации. Вот вы сейчас уже наговорили. Нет, дорогой, нет. Ну подожди, Золото. Пока что вас защищает прокуратура. Это вы наговорили. Но слушай, придется одно через Сталина сказать. Давайте. Такая же, ты понимаешь, вот Ольга Голушева, значит там как дальше потом говорят. Тут придумывают, что Юлия Мейцер послала алименты и в ЗАГС узнал об этом и вписал. Ну, понимаешь, это вообще на голову не налазит. Как было? Значит, родственники сообщили, что якобы у тебя родился сын. Он поехал, это показывает сестра. Я это как уже слышала. Сестра Ольга. Давайте послушаем еще раз. Вот. Когда она приехала, она хотела сделать обувь. Отец запретил. Сказал, пусть родился. Родился. Значит, родственники сообщили. Яков приехал в Ирлупинск. Она не стала с ним протоваривать, обижена. Она в Ирлупинске была? Да. То есть, ничего себе. То есть, даже своей, как бы, любимой женщине, пусть даже и бывшей, у которой от него родился сын, он в Ирлупинск отправил? Нет. Она уехала. Ну, как это? А почему? Да так уехала. Когда она узнала, что он ей изменил, она плюнула и уехала. То есть, не дал ни квартиру в Москве. Не плюнула, она все и уехала. А жила в квартире оказывается в Москве? Он приехал. Какой кошмар. Она отказала. Он пошел в зал. В ЗАГСе ему тоже отказали. Он пошел в райком партии. Вы хотите сказать, что это сыну Сталина отказали в райком партии? Да, да, да. И сообщил, что он сын Сталина. И горком заставил переписать свидетельство о рождении. И вписали туда, он стал Евгением Джогашвилием. Значит, она была, Ольга, единственная невестка, вернее, и невестка Сталина. Почему? Понимаешь, когда началась война, допустим, с Англией, что сделали дочери Черчилля? Дочь Черчилля записалась в ПВО. Что сделала наследница престола, императрица, принцесса Елизавета? Она пошла в армию, стала водителем. Что сделали невестки и дочь Сталина? Понимаешь, все только трахались, начиная от Светланы. Понимаешь, та ничего не придумала, как спираться с этим Каплером, потом с Морозова замуж вышла. Понимаешь? Эти, Бурдонская, которая жена Василия, трахалась, он вынужден был ее бросить, оставив детей себе. Никто всем плевать было на то, что идет война. Она трахалась так, что в 41-м родился Бурдонский, а в 43-м родилась Надя. Стоп, стоп, стоп. Смотри, я говорю, можно это? Кончу мысль, почему единственная невеста? Сталина. Это бухгалтер. В 41-м году заканчивает, поступает на Курцию медсестер. Это кто? Ольга Голышева. Ольга Голышева. В марте заканчивают и уходят на фронт. В боях под Новороссийском тяжело ранена. Провоевала всю войну до этого самого. Ты не представляешь, что такое, допустим, серебряная медаль. У нее была медаль во время войны получена за боевые заслуги. У нее медаль за оборону Кавказа, за взятие Берлина, за победу над Германией куча благодарностей. И причем она ушла, сменив фамилию, на Васильева. Ведь считала же, что уже ее муж как бы в плену. Ее могут пленять. Она поменяла на Васильева. Она провоевала всю войну до Васильева. А зачем она тогда меняла фамилию на Михайлина? Михайлина, потому что она выходила замуж после войны. А вас не смущает то, что Капитолина Васильева, была, у которой она подвязалась, а была как раз гражданской женой Васти Сталина. Единственный человек, который достойно провел себя в войну. А мне вопрос такой. После войны, подожди к вопросу. После войны она приезжает, устраивает сына в училище Суворовском, в котором потом дальше учился Сашка Бургунский. Василий Сталин принимает ее к себе на работу. Пока еще где-нибудь была сама. Она в больших дружеских отношениях. Там достаточно куча фотографий. Со всей семьей Сталина. И вот среди этих фотографий нет ни единственной фотографии ни Юлии, ни Галины. С ними знаться не хотела семья Сталина. У меня вопрос такой. Юрий Иванович, скажите, пожалуйста, а как так получилось, что… А вот всякий Галина была любимой внучкой Сталина. Вот вы мне скажите, а как это Сталин такую дрянь-то воспитал? Там же еще больше штуки было. Там же была организована среди детей, номенклатура и детей что-то малых, так сказать, подростков. Там же была организована фашистская организация. Они из Майканс изучали, оружие запасали. Они разделились, кто будет. А тассинки-то не родятся, а апельсинки-то? Родятся. Смотрите, еще такой вопрос. Давайте вы мне объясните, как два биографа фактически и семьи. Ой, нет. Я в один ряд не хочу становиться биографом. Извините. Вы мне скажите, кто… Ну, вы ставите под сомнение Евгения Голышева, как сына Якова Джугашвили, а вы ставите под сомнение… Галина Джугашвили под сомнение, что это дочь, непосредственно Василия Джугашвили. Кто сейчас является как бы уже бесспорным потомком Сталин? Вот кто? Вот есть одна фамилия? Яков. Кто живой? Яков Евгеньевич. Джугашвили, который отказывается делать ДНК. Посмотрите, Яков Евгеньевич Джугашвили, он отказывается делать это? Да. Селим к нему обращался. Селим к нему, потому что вы вообще вот то, что они написали, вообще читали, нет? Значит, этот несчастный человек, который Селим Джугашвили, на котором ездит она. Вот. Значит… Бедный несчастный Селим. Он же несчастный. Им осталась от Юли трехкомнатная квартира. Они с отцом за нее дерутся. Они уже судом поделили ее пополам. Понимаешь? Отец, в конце концов, его выгнал. Вот он прибыл. И вот в это время Селим звонит, вернее переписывается, он плохо слышит, в интернете, находит адрес Якова и пишет. Он говорит, давай породнимся. Ну, в смысле? Мы же родственники. Давай, пожалуйста. Блин, буквально говорит через пару недель, он пишет, прими меня к себе жить. Блин, при чем тут? Вот у тебя двое детей. Как прими к себе жить? Естественно, Яков отказал. Яков, и давайте еще поясним для наших зрителей, Яков является кем? В смысле? Ну, по родству. По родству он является праправнук Сталина. Праправнук Сталина. Сын он кого? Женьки Голошева. Он сын Якова Джугашвили. Евгения. Евгения. Он сын Евгения Джугашвили. Так, смотрите, вы оспариваете, что он является… Я не буду называть его Джугашвили, он Голошев. Хорошо, подождите. Пусть Евгения Голошева, вы оспариваете тот факт, что он является внуком Сталина. Я не оспариваю, я доказываю это в книге. Мы доказываем, стоп, дальше. Давайте подождите, ладно, ладно, ладно. И Капсомольская правда отказывалась по опубликовать требования опровержения. Подождите, дайте закончить мысль. У зрителей не было каши. Есть Евгений Голошев, он же Джугашвили, считает Юрий Игнатьевич. У него сын есть Яков, правильно? Есть… Я хочу сказать, кто-то… У Якова Джугашвили, у сына Сталина был сын Евгений Джугашвили. У Евгения Джугашвили сын Яков. Все, понятно. Я вот тебе говорю, кто-то есть, Яков, соответственно, если вы оспариваете родство Евгения со Сталиным, значит, Яков тоже не имеет этого родства, по вашему утверждению. Да. Хорошо. Кто-то есть вот генетически установленный родственник Сталина, который… и бесспорный, которого вы все принимаете. Говорите, да, это он. Живых кто-то остался? На Камчатке живут внучки, правнучки, но… А я так понимаю, что Катя Жданова тоже не считается, да? Паш, мне это вообще… Нет, я… подождите, 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 подождите. Это не имеет никакого значения. Вот у нас сейчас технология… Я закончу… Это не значение для дальнейших инвестиций. Я закончу выяснить, потом вы скажете… Этих товарищей. Ладно, я закончу. Да. Я уже вынужден стучать, греметь. Услышьте меня наконец. Значит, я что вот предлагаю. Вы… ну давайте мы сойдемся на каком-то уже родственнике, который просто генетически связан со Сталиным. Мы договариваемся с ним и берем ДНК образцы Якова Джугашвили… Евгений Голошев жив сейчас Джугашвили? Евгений Голошев… вернее, Евгений Джугашвили жив. Жив. Нет, Евгений Джугашвили умер. Умер, естественно. Мы берем ДНК Якова Джугашвили и берем ДНК Селима. Да. И мы за свой счет делаем эту ДНК-экспертизу. Мы можем это организовать? Мы можем это организовать. Мы готовы оплатить. Мы готовы… Мало того, Селим готов дать ДНК. И у нас есть ДНК в базе данных Александра Бурдуонского, который сдавал свой ДНК для того, чтобы его проверять. И есть… Вы забыли, что у Надежды Сталиной, единственная Сталина, кстати, есть дочка. И у нее уже даже есть дочка. Понимаете? Так. Так мы можем… Стоп. Мы можем… Вы можете договориться с Яковом Джугашвили, чтобы они предоставили слюну для теста? Мы даже готовы сделать это. Я, конечно, могу поговорить. Нет. Я как бы… Нет. Кроме шуток… Нет. Вам. Я могу поговорить. Еще раз давай немножко к этому. Нет. Мы сразу снимем все напряжение. Нет. Опять-таки… Потому что я тебе говорю, что это не тот анализ, который снимает напряжение. Как это? Мы установим. Да вот так. Мы установим. Кто загулял, не загулял… Ну вот. Сначала он, например, дал что. Я говорю, я поговорю. Сначала он дал. Значит, у нас было дело Саха Москвы. Вот там этот умник Венедиктов, тогда еще был этот Беня… Который выиграл у вас это дело, кстати. Вот. И они, значит, поперли, что Евгений Джугашвили, не сын. Вот повторяли. Это не сын, это самое. Значит, суд нас заморзовал. То, что Яков Джугашвили, сын Сталина – это вообще известный факт. Нас заставили доказывать, что Яков Джугашвили – это сын Сталина. Правильно. Понимаешь? Даже это доказали. Как вы доказали? Слушайте, если… Архивные документы в РГАСПе говорят об обратном. А как вы доказали? Выписку из церкви церковную взяли в том, где он родился. Его зарегистрировали Якова в этой деревне Борзе. А Яков каков? А… В 1996 году. Ну, нет. Яков тот. Того. 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 А тут чисто представили. Указ Совета Министров. Приказ Совета Министров. Значит, назначить Евгению Джугашвили, сыну Якова Джугашвили, внуку Сталина, назначить пенсию тысячу рублей в месяц до окончания высшего образования. Вот. Пенсионная книжка, которая на Якова Джугашвили, там тысячу рублей в месяц, купончики отрываются. Понимаешь? Ваши деньги? Ну, достаточно большие. Это… Как тебе сказать? Это было не в месяц, это единовременно. Это было не в месяц, это единовременно. Была. Выплата. Вот. Потом… Ну, все-таки жировали, да, сынки и детки, да? Нет. Это уже после смерти Сталина. Ну, а как? Нет. После смерти. Значит, и в четырех комнатах, если посидеть Джугашвили, в четырех комнатах, в то страшное голодное время Советского Союза с прислугой. Вот эти у нас же говорят, что бессеребренники были. Да, да, да. Но это же не он. Это он жил спокойно. Ему ничего не надо было, Яков. Ну, Яков… Понимаешь? Это Мельца. А, это Мельца. Это Мельца. Тот… Надежда жаловала и Сталину, говорит, купили якобы… А он же в общежитии жил. Он не хотел жить. Он приезжал к этому часто, но… И должен был… Ну, Мельца, молодец, пробил для сына Сталина четырехкомнатную квартиру. Ну, это же… Молодец, баба-то! Молодец! Молодец, баба! Я же тебе говорю… Сын Сталина жил… У нее четвертый муж был… Светил Мельца в четырехкомнатной квартире… У нее муж был предыдущий, четвертый… Вообще-то… Жила там… Зам… 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 Как он там… Народного комиссара МКВД… Сторок сиренового года… Понимаешь? То есть… У нее связи были до этого… Я же тебе говорю… Баба… Там тертая… Куда-откуда нет… Так вот… По этим документам… Тут уже суду нет… Какая нахрен экспертиза… Вышло умнее, чем совет министров что-ли был… СССР… Который распределял деньги… Дальше… В пятьдесят шестом, наверное, году кинулись… У Сталина все, что было, когда он умер… Все вывезли в музей… На книжке было девятьсот рублей… Он же все деньги отдавал… Государственная премия… Сталинская премия… Вот… Но вещи-то забрали… Вы решили, что Сталинская премия… То, что Сталин свою зарплату дал на премию… Дарплату и… А литературное отчисление… Литературное отчисление… У него же выходили… 12 томов его работы… Вот… Полуграмотный… Грузин был не такой уж полуграмотный… Вот… И… Кинули что-то… Несправедливо… И… Взяли… Назначили… Что типа все вещи, которые Сталина забрали… Стоят тридцать тысяч рублей… И… Отдали эти деньги… Светлане… Светлана… Эээ… Их решила так… Вот… Нас трое детей… Яков… Василий и Яков… Яков убит… Василий в тюрьме… Я… Делю… По десять тысяч… Остальные… Делю… Между… Внуков… И… Между… Сыновьями… Джугашвили… Между… Детьми Джугашвили… Евгением… И… Галиной… Она поделила по пять тысяч… Юлия устроила скандал… Это она… Надежда… Надежда… Но тем не менее… Я тебе говорю… Что… Токсина об Ольге… Понимаешь… Меня… Это вот задело… Ольга – ветеран войны… Вот… Навальный… Высказал свое мнение о ветеране войны… Ему миллион… Значит… Штрафа… И еще будут судить по уголовному… Это… Комсомольская правда… Пишет о Голышеве… Проститутка… Понимаешь… То есть… Женщина легкая сексуальная… Мы пишем заявление в прокуратуре… Да… Вы написали… Мы пишем в прокуратуру… Требования… Вы фактически… Комолков… Вы фактически называете… Вам ответили… Я делаю намеки… Я не называю, что она проститутка… Я… Вернее… Яков пишет в комсомольскую правду… Да… Требовать от Анны Великжанины… Опровержение… Опровержение… Нет… Еще дальше… Требует… Он не просит… Он требует… Мы пишем в МВД… Угу… По двум статьям… Во-первых… Кто их допустил в архив… К… Ольге Голошевой… Вот… Это… Раз… Ну… А зачем вы пишете… Подождите… Вот зачем вы пишете… На то… Что кто-то пришел в архив… Разбираться с историческими документами… Зачем… Да… Потому что статья есть… Личная… Должны были спросить… У Якова… Можно ли… Или нет… Это же Болошева… Его мать… Юрий Гнатьевич… Подождите… Ладно… Юрий Гнатьевич… Ну это же история… То есть люди пошли докопаться до правды… И вы на них пишите фактически донос… Что они туда пошли… И все это… Они пошли оклеветать… Так они… Они должны были… Опубликовав архивные документы… Мы оклеветали… Не надо архивные документы… Это личные документы… Опубликовать архивные документы… Они должны были… Я могу сказать номер дела… С родственника… Должны были у Якова попросить разрешение… А… Опубликовать эти документы… Тут уже не открутишься… Это его мать Голышева… Понимаешь… И что ты думаешь нам отвечают… Эти спускают участковому полномочию… участковые, полномоченные, стандартные. Мы ничего не видим. Прокурор пишет. А это то, что назвали проституткой, не оскорбляем. А вы хотите, чтобы их посадили? А где вы увидели, чтобы проститутка? Их осудили. Чтобы их посадили? Да. А за что? Сталина на нас нет. Но могут и срок спаять. Потому что есть, прости меня, единственный внук Сталина был. Или единственный правонарький. Единственная невестка Сталина. Вы в паикалет-то иногда хоть на кровать стой. Дайте высказаться. Так, стоп. Все, мы уже зашли. Время уже пошел второй час. Дискуссия интересная. Все то, что вы сейчас сказали, подпадает под статью. Именно ложная как раз информация. Нет такой статьи. Я как журналист. Нет такой статьи. Это дискуссия. Это историческая дискуссия. Нет, это не историческая дискуссия, потому что каждое слово должно быть подтверждено конкретным документом. Давайте так. Владимир Владимирович. Вы изучали дело о материальном обеспечении потомки Сталина? Каким документом вы подтвердили? Почитайте книгу, посмотрите. Да не будем читать книгу. Не надо правильно. Она сидит в богадельне Светлана Сталина. Дочь родная бросила. Написала, когда мать подохнет в крематорию, ее мне пришли, тебе говорят, что я не буду приезжать на фокус. Понимаешь? И вот она сидит без ничего. Слушайте, давай тут свечку держать. Вот это подруга. Вот это подруга. И это радость, понимаешь, у этой бабушки, что кто-то ее, хоть она никому даром не нужна. А эта приехала, говорит, вот я клевещи Голошева. Вот это Женька Голошев. Блин, ты к нему в Москву приезжала. Я чисто с целью клеветать Голошева. Сын не хотели принять. Он тебя принимал. Дорогие друзья, мы будем завершать, чтобы мы слишком не дошли во взаимных апплиментах. Я все-таки предлагаю завершать, но все-таки я очень надеюсь, что вы поговорите с правнуком, вы утверждаете, что это правнук, Яковом Джугашвили, по поводу ДНК-экспертизы. Только ДНК-экспертиза даст ему возможность судить Лану Паршину. Ладно, не перебивайте. Со своей стороны мы возьмем ДНК-сильную. Все расходы, всю организацию, мы, как я, как третья сторона, беру на себя и проконтролирую, чтобы все было объективно. Также вам с удовольствием предоставят ДНК Бурдунского. И я думаю, что мы поговорим с дочкой Нади Сталиной. Сейчас. Для того, чтобы... Для чистоты эксперимента. И Давыдов тоже в этом поучаствует. Мы тогда ждем с вашей стороны. Давайте сделаем чистый эксперимент. Потому что очень многие вопросы просто снимутся. Какие вопросы? Установим, кто на самом деле является потом. Ну или... Какие вопросы, скажи? Мы доведем дело до Казахстана. Какие вопросы, скажи? Является он родственник или не... Совет министра ВССР установил. Является. Слушайте, у нас Совет министров, у нас Советское правительство. Что же вы врете-то? И наши правительства, и все правительства, которые у нас были, они достаточно врали. Совет министров ВССР подтвердил... Деньги выдавать. Подтвердил определенных родственников. И, кстати, там есть и благодарность от Юлии Мельцер и Гули за заботу. Там есть даже письмо Брежневу, которое мы опубликовываем в книжке. И так далее. То есть, если вы хотите продолжать слушать файкометы, это одно. Если вы хотите все-таки убедиться в правильности моих слов, достаточно... Я вам скажу, номера дел. Да. Достаточно... Не так. Вы достаточно... Идите в оргазм. Не надо. Не надо. Достаточно так. Вы скажите прокурору, я согласна, что против меня возбудили уголовное дело, и я на суде это докажу. И мы на суде поговорим. Что мы сейчас будем болтать? А вы уже отсидели за предыдущую статью? Стоп, стоп, стоп. Вы уже отсидели за предыдущую статью? Все, стоп. Стоп, 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 стоп. Вы поняли, что я сказал? Стоп, стоп. Стоп. Давайте обойдемся без доносов, без угроз возбуждением уголовных дел, без писем в прокуратуру, суда. Вот давайте мы спокойно этот вопрос решим таким образом. Как ты решишь? Пройдем с экспертом без суда спокойно. Кто будет предупреждать об уголовной ответственности? Мы берем, стоп, мы берем ДНК вашего подопечного, мы берем ДНК нашего, в мою объективность. Надеюсь, вы верите. И мы анонимны. Нет. Я верю в твою объективность. Я не верю в объективность эксперта. Давай суд. Добейся суда над ними. Они на суде. Мы несколько раз в год мы работаем с определенными экспертами организации. ПДНК. Ты же знаешь, что эксперт обязан быть предупрежден о задаче ложных показаний. Какая разница? Слушайте, мы устанавливаем отцов. Как это какая разница? Мы устанавливаем родство и делаем это на 100% активно. Но есть технические возможности, есть технический прогресс, есть все-таки реальность, в которой мы существуем. Поэтому давайте возьмем ДНК и ждем от Якова Джугашвили. И мы дальше уже направим и делаем один эфир, где мы обсудим результаты этой экспертизы. Очень надеюсь, что все-таки удастся добиться ингумации. Да, я думаю, что после окончания операции по деноцификации эта процедура будет проведена. И первый раз, первый раз вообще в истории достойно опустить в землю гроб со Сталина. Да, великого полковорца. А не боровато, как в 61-м году его в ящике ободрав без спроса. ордена засунули в землю. И тогда это тоже позволит получить ДНК уже от него. А вот пока, давайте мы с двух сторон возьмем материал и сделаем экспертизу. Дорогие, давайте. Давайте. Суд будет. Суд над нею. По двум статьям. На этом суде она закажет экспертизу. Эксперта предупредят такой уловной ответственности и будем брать. Вы отказываетесь. Отказываю. Я все-таки подала на вас суд. Вместе с правду. Все. Зачем вам это надо? Дорогие друзья. Дорогие друзья. Это было излишне горячее. Извините, извините. У меня вопрос. А по какой статье вы получили два года условно, по-моему? Это вообще... Не, на самом деле Юрий Игнатьевич получил свой срок за принципиальную гражданскую позицию. И никакого отношения к уголовному вообще требуя провести референдум. Это была одна из самых дичайших, я считаю, дичайших историй в современном уголовном праве. И я думаю, со временем все-таки правда восторжествует. Поэтому здесь дальше уже без продолжений. Спасибо вам. Каждый очень убедительно пытался отстаивать точку зрения. История, время разберется, но и все-таки если вы передумаете, то мы ждем образцы от Якова Джугашвили. Да, я говорю, элементарно. Если будем знать, кому мы даем. Мне? Нет. Ну, ты же не эксперт. У нас эксперты есть. У нас есть прекрасный институт. Мы как адвокаты обратимся, сделаем адвокатский запрос. Павел Леонидович Иванов. Нет, не ваш. Наш. Это будет наш для сохранения объективности, чтобы Юрий Леонидович не вызывал никаких сомнений. Дорогие друзья, все-таки на них... Не вызовет никаких сомнений, как я тебе говорю, когда эксперты предупредят об уголовной ответственности, чтобы мы взяли его экспертизу, представили другим экспертом. Дорогие друзья, это был... У меня даже смысл избили. Пробу. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал Миронов де-факто, ставьте лайки, распространяйте, пишите ваши комментарии. И, конечно, кто все-таки был более убедителен в этом споре. Ну, и, конечно, роман Вышекаста, где подробно описываются обстоятельства отравления Сталии, уничтожения Берии и все партийные интриги сталинского периода. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Семкин